Я считаю старую артельную игрушку неким образцом, на который стоит ориентироваться. Ну, мне, например. И не могу не думать, почему она получалась у них достаточно дешевой. Я не знаю, конечно, насколько она была доступна, но она продавалась в городах, и горожане, наверное, могли ее покупать все-таки. Мы сейчас не можем сделать игрушку настолько дешевой. Я думаю, почему. Там, конечно, причин много. Во-первых, это разделение труда. Потом у них были цех по покраске ваты. У них был отдельный художник. Одну и ту же игрушку делали много раз. Это все, конечно, имеет значение. Но есть еще один момент, о котором я буду вот сейчас рассказывать. Про это как раз в видео. Я покупала старые игрушки, чтобы сделать копии и снять слепки с лиц. Конечно, у меня не такие хорошие возможности будут для этого. У нас в городе игрушки, когда появляются в продаже, они быстро с нее пропадают. Потом я не могу покупать игрушки в хорошем состоянии, потому что это очень дорого. Старая вата дорого стоит. Мне приходилось ловить потрепанные игрушки, просить, чтобы мне их оставляли. И я брала уже то, что мне доставалось. Если я приходила и там есть игрушка, я уже не могла там нос воротить. Я брала, какая она есть. И вот получается, что среди тех голов, на которые я охотилась, которые у меня есть, очень мало голов в идеальном состоянии. Сейчас по отдельности расскажу. Вот девочка в платочке, которую я купила первым. Платок у нее был завязан прямо, нижнюю часть лица закрывала. И неспроста он это делал, потому что, когда я ее развернула, подбородка там не оказалась. Там была просто дыра. Сейчас, вы видите, уже восстановленное лицо. Я для того, чтобы снять слепок, ее подбородок вылепила. И смогла после этого снять хороший отпечаток. Но вот так. Не было у него подбородка изначально. Потом северянин. Его я выменяла на последнем винтажном цехе на свою игрушку. Не знаю, видно в камере или нет. Видите, лицо все в таких пупырышках. Оно негладкое. Какая-то типа пластика, не знаю, что это все лучше. Вот он весь в пупырышках. С маленьким клоуном. Все вообще очень грустно. Здесь вот просто каша. Ну, он и весь из такой каши, не промешанный какой-то состоянии. Нос съехал на бок. Здесь яма. Ну, да. Хороший слепок не сделал в таком лице. Вот эта голова. Вроде ничего, но череп... Сейчас сверху покажем его. Он совершенно перекошен. Вот так вот. И я даже сначала не измельчала, но когда я сняла слепок, я вижу, что лицо получается перекошенное. Так это как-то незаметно, но оно сильно деформировано. И тоже мелкие тут есть всякие неровности. Ну, сзади-то ладно, да, но они и в лице тоже есть. Самая лучшая по состоянию голова была у хоккеиста. Но лицо само по себе оказалось очень некрасивым. Я сделала слепок, сделала копию. И без доработки это лицо использовать я не смогу, конечно. Ну, какое-то страшноватенькое. Роспись поточная шла очень быстро. Рука, конечно, у них была твердая, набитая из-за того, что они в течение дня тоже твердые. Но часто глаза не на месте. Вот в этой голове она не очень удачная оказалась. Какие-то тут над глазами нависшие такие. Ну, глаза явно не на месте, да? Торопились. У девочки с муфтой рот и глаза выше на миллиметр того места, где они должны быть по форме головы. Вот здесь, видите, бровь совсем-совсем уехала в сторону. Мы сейчас, конечно, когда делаем игрушки, ну, мастера ручной работы, мы такого себе не позволяем. Это считается, ну, это брак, это не уходит никуда дальше. А они, наверное, не могли себе позволить. Поэтому явный брак... Ну, то, что мы бы сейчас назвали браком, они пускали в работу. Вот девочка без подбородка тоже оказалась на прилавке, ее продали. Она висела на елке. Вот такая одна из причин, почему у них получалось дешево. Висела на елке. Вот у тебя, я вам. Вы porque вам просто notifications. Вот.